Трубку в рот, выдох. Два простых прибора. Первый измеряет качество усвоения кислорода. Есть специальная таблица. При этом медики подчеркивают, человек может и не курить, а просто работать там, где в воздухе есть табачный дым. Второй измеряет объем легких. У больных хроническими заболеваниями и курильщиков он со временем сокращается. Благодаря объемам легких, когда мы вдыхаем полной грудью, кислород поступает во все клеточки нашего организма и питает его изнутри. А недостаток может привести к гипоксии. Человек будет себя плохо чувствовать. Мне 70 лет. Владимир Сильев свой выбор сделал еще в юности. Мужчина никогда не курил. Занимался лыжным спортом, волейболом, велоспортом, настольным теннисом. Говорит, что тогда курить было просто немодно. Хотя не исключает, что дело было в выбранной компании. Всегда говорю, не курите. И только во вред себе будете. У вас будут легкие, зубы будут плохие, ну и все остальные органы будут подвергаться воздействию всех этих вредных никотиновых веществ. Смолы отлагаются в легких, и не только в легких, а во всех органах. И в печени тоже, и в желудке. Так что надо стараться следить за собой. Любить надо себя. Мероприятие совершенно бесплатное. Трубки для приборов одноразовые. Обычно их берут примерно по сотне на одну точку. Никакой дополнительной информации, кроме пары цифр. Делать выводы предлагается самостоятельно. Продолжение следует...